Эдак вы не понимаете, я расскажу, я расскажу, да. Было ли у вас такое, чтобы аж под ложечкой чесалось и есть-то сильно-сильно хотелось? Вы знаете, у меня такое часто случается. И я задал себе вопрос, где я могу нормально, качественно покушать? Качественно покушать, не перекусить, а бы как, и не переесть, типа в ресторанах. Сейчас расскажу, другие типа ресторана дают вам шашлык, стоимостью, хороший, качественный шашлык, но стоимостью 300 рублей. Мне кажется, немножко сложновато это для бюджета, когда покушать хочется. Я прекрасно понимаю, что мясо это очень хорошо для желудка, но ценники. Другой вариант, вот, про сетевики. Про сетевики мы сейчас как раз немножко продолжим нашу дивную беседу. Что нам дают наши сетевики? Давайте все-таки определимся от качественных продуктов. Доширак, стоимость 45-50 рублей. А остальное как? Я про колбасу ничего не буду говорить. Ну, вы должны понимать, да, что это не есть айс, в бассейне какой айс. То есть это даже не изюм, просто белиберда. Вы бы захотели, естественно, что перекусить. Вот, это было бы интересно. Настоящее мясо, оно продается. Но стоимость. То есть стоимость того мяса, это примерно от 400 до 500 и до 600 рублей за килограмм. Распилите, сами подумайте. То есть, чтобы вам нормально покушать, даже если это 600 рублей килограмм, если вы их разделите на три раза, чтобы перекусить хотя бы 300 грамм, ну, вот вам получается 250 рублей. 250 плюс, то есть сумма такая прикольная. Даже другой вариант, курица. Ну, курица, понятно, мелкими курицами они мелко не рубятся, естественно. Это либо грудка, либо филейная часть. Ляшечка. Да, 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 да. Тоже стоит денег. Итого, по сути, событий мы говорим о количестве нашей воображаемой пищи. И наше количество воображаемой пищи, даже не говоря о том, что на комбинате тоже можно попитаться, то есть одно блюдо там стоит 60 рублей, а два – это 120 рублей. Вот мы и говорим. А теперь мы зайдем в столовую по домашнему и посмотрим, как на эту же сумму вы можете спокойненько покушать. Не за дорого, качественно, замечательно. Что такое бич-пакеты, слышали? По сути, наша большая часть переводится в бич-пакеты. Но бич-пакеты в какой цене? В какой? Норма – это 120 рублей. Чтобы вкусить и не наесться. Можно? Я не буду говорить про ощущения. Вкус был такой, что полночек к нужнику тянуло. В общем, я как-то так стараюсь больше в сетевики не ходить. Жить как-то хочется. В принципе, я вам говорил, что часть нашей жизни – это лучшее поглощение пищи. Но верьте мне, мест таких мало. Но с большим уважением и с не меньшим удовольствием я ем то, что делается в столовой по-домашнему. Здесь, на вокзале, рядом с общежитием на Ленина 12 и на Ленина 92. Вы так, в принципе, поняли, да, что здесь все хорошо и красиво делается. Хорошо и красиво, естественно, и замечательно. Два процца даже нет. Но мы сегодня поговорим о том, что вы сможете покушать не задорого, реально, не задорого. То есть из той же оперы, что могут себе съесть работники комбината. 120 рублей. Два блюда. Первое. И вот такое второе блюдо. Сейчас немножко разверну. Чтобы было понятно, да? Вот так вот. Естественно. Теперь, когда я буду говорить про вот этот салат, я вам скажу, что салат, он только что приготовленный. Вообще, как бы, салаты должны быть свежими. Они сделаны достаточно давно. Сегодня будем пускать. Давайте начнем пускать сегодня. Я вам еще раз говорю. Столовая по-домашнему дает вам изумительное блюдо. А какие они, какие вкусные. А все почему? Вот если меня поставили, допустим, президентом, ну хорошо, мэром, ну если президент, я бы, естественно, пригласил своего очень хорошего человека, который умеет это делать. Директор, что угодно по-домашнему, за то, что она во всем стране внезапно приехала ниоткуда, накормила вас нормальной пищей. Лучшей пищей. Потому что вкуснее этой пищи я ел, но это было очень-очень малый раз. И обратите внимание, что касаемо свежести, ее сделали буквально сегодня. За два часа до моего прихода. А может быть, чуть быстрее. Ммм, офигеть! А я бы, совершенно недорогая штука. Так вот, мы говорили, мы говорили о наших дивных сетевиках. Что такое вам предлагают сетевики? Ну, давайте самые интересные вещи расскажем. Картофельное пюре и доширак. Доширак сколько стоит? Посмотрите, поймите. Картофельное пюре, оно примерно из той же оперы стоит. Примерно 45 рублей. 45 рублей. Сейчас я ничего не буду говорить, но вы поймите, что картошка должна быть только сегодня приготовленной. А та картошка, которая приготовленная и испаренная, испаряет, знаете как? Охлаждается очень-очень быстро. И поэтому получается, что немного картошки вам говорит удовольствие от вашей дивной картошки. А что там по сути будет? То есть я вам еще раз говорю. Если картошка сублимированная, какой там аромат, просто сам картофель. Да. А я не хочу есть картофель тот. Я хочу прийти в столовую по-домашнему. Сюда на вокзальную 110. Или на Ленина 12. Или на Ленина 92. О, что-то. О, что-то. О, что-то. Да. И покушать качественной картошки. И вся вот эта сумма вместе с этим, это 110 рублей. 110 рублей. За качественное продукт питания. А вот эти беточки, вот эти беточки, да? Это просто уникальный композит. Вы не думаете? Даже если вы поймете, что это удовольствие, то так оно и существует. Просто вкусно. Реально вкусно. Я, конечно, тоже люблю готовить. Но чтобы готовить столько всего и настолько вкусно, это, по-моему, не для меня. И поэтому я знаю, куда я пройду. За такой ценой я пройду сюда, естественно. А сейчас будет маленький, другой нюанс. Это, конечно, из другой выпили. Но чебуреки вкуснейшие. Они были в свое время. В свое время чебуреками я ластился. Это было после школы. Они стоили 16 копеек. Да. Очень хорошие чебуреки были рядом. Да и вообще, честно скажу, в то время мне больше нравилось, естественно. Можно было где-то нормально покушать. Во многом благодаря тому, что у меня была бабушка, Наталья Фимовна Малак. Старшая товароведа общепитого МК. И она реально смотрела, чтобы все кафешки и рестораны, а также столовые. Это все было в ее. То есть раньше все подчинялось одному единственному комбинату. Сейчас, ну, непонятно, что и где, и как. Мало того же, чебуреков-то нормальных нет. Да и сколько они сейчас стоят? То есть в начале сюжета я вам говорил, да, чтобы более-менее нормально перекусить, это надо вам сколько? Три чебурека, да? Три чебурека здесь, на вокзальной 110. И три чебурека примерно отсюда, ну, метров, наверное, 300 в сторону джазмола, да? Вот там чебуреки почему-то стоят 60 рублей. Здесь эти такие же вкуснейшие чебуречки, да-да-да, не знаете? Сейчас будет еще интереснее. Вы думаете, что здесь не умеют чебуреки готовить? Да ну, бросьте вы. Я сюда регулярно захожу и кушаю. Это сочинские чебуреки. Чем они интересны? Тем, что мясо раскатывается. Ну, там уральские чебуреки. В принципе, здесь могут вам и стандартные уральские чебуреки сделать, как там, только здесь, но цена 45 рублей. Итого, 45 плюс 45 плюс 45, ну, эта сумма получается даже меньше, чем 150 рублей. А там все это дело обойдется в 180 рублей. Я прекрасно понимаю, что с деньгами-то все у вас хорошо. Может быть, не так хорошо? Может быть, проще на 300 метров спуститься? Ммм, не понять, что Советский Союз существует. Он существует. Сто процентов. Вы можете наезжать, типа бабки. Да и то, что ты втираешь, только твое мнение. А вот вам опперкот. Мы просто рядом с работой тут, поэтому мы забегаем сюда. Ну, а так, в принципе, очень даже нравится. Нравится, да? Да. У меня такая тема, весьма интересная. Я неоднократно говорил, потому что, ну, я много ездил, естественно. Был в all-inclusive всех практически, да? И идеальный вариант, ну, чтобы было вообще красиво, было всего в трех-пяти отелях. Ну, там, где было вообще все наворочено. Здесь я тоже кушал, в связи с тем, что я был личным оператором Митроферия Вчарашникова, но я кушал, естественно, у него. Понятно, да? Задаю вопрос. Насколько здесь вкусно? Пять из пяти. Пять из пяти? Супер. Аперкотировались? А так-то вот. Не я один это говорю. Не я один хочу вкушать. А иногда такое получается, что столовая по-домашнему просто закрыта. Но глазурь, та же часть, но работает позже. А почему нет? Почему я не вместе с большей частью нашего постоянно работающего комбината питаюсь, то... Так вот, о чем мы сейчас будем говорить? Где же... А, где же вы наши товарищи магнитогорцы? Не, ну кто-то сюда приезжает, вопросов нет. А кто-то сюда не приезжает? А почему сюда не приехать? Я же вам еще раз говорю. Вот здесь вот очень вкусно, сытно, поверьте мне. Я даже ничего не буду говорить, но сегодня что-то попробовал, вчера, точнее, попробовал в сетевике, и даже не представляю, что со мной случилось. Как-то не сильно думал, что я сегодня проживу. Сетевик, что ж, хорошая колбаса. Больше там я не буду такую колбасу покупать. Вообще, если честно, я бы сюда, конечно, приехал. Но вопрос возникает. О тех людях, которые я вам сейчас не могу показать. Это работники комбината. Конечно, работники комбината работают по другому графику, и вряд ли они сюда приезжают к 6 часам. Но, тем не менее, 6 часов, к сожалению, закрыто кафе, ресторан, префектуре или столовая, без разницы. Все это место, где вы можете отдыхать. Когда мне говорят, что слово ресторан, это вот так, я говорю, нет. Вообще-то ресторан, это место отдыха. Ну, чтобы вы поняли. Если вы не понимаете, то учите английский язык. Restaurant. Вот. А, ну, не успели они сюда приехать. До 9 часов. В принципе, можно сюда заехать и купить все то же самое, по той же вкусноте. Вот такой. Ну, а с ценником подешевле. Чуть-чуть, естественно. Но это приятно. По одной простой причине, потому что зачем вам лишние деньги-то переплачивать, когда все то же самое вы можете купить для дома. Хотя, в принципе, срок переплаты не такой уж и большой. И в пределах, и собрав все это вместе, можно говорить, да заходите, пожалуйста. Почему так люди боятся меня. Да я обыкновенный такой же человек, такой же, как и вы. Ну, просто у меня есть камера, а у вас камера нет. Вот, собственно говоря, и все. И вы придете сюда, возьмете все то, что хотели бы. И я тоже кое-чего сейчас возьму. Потому что тоже иногда кушать-то хочется очень-очень-очень сильно. Да-да-да. Простите, простите, я чуть-чуть забыл. Я чуть-чуть забыл, сколько все это дело обошлось. То бишь... 89 рублей. Вы сможете это дома покушать? Вот это полноценный ужин. Да-да-да-да. 89. Потому что я еще попросил, мне сказали, Алексей, попробуй обязательно наш замечательный продукт в питание, типа пирожки с луком и яйцом. Я решил и попробовал. И вот это все, вот это все, да-да-да-да-да-да-да. К сожалению, почему-то их нету в районе советской 160. А хотелось бы, да, чтобы там можно было бы так же все вкусить. Да-да-да-да-да. Ну да ладно. В следующий раз, естественно, а может быть я так и сделаю. Приеду сюда по дороге, тут родится от меня 5 минут ровно и возьму себе настоящей еды. Кстати, а почему нет? В общем, вывод очевиден. очевиден и правильный. Очевиден во вкусе, правильный в цене. При всем уважении к поварам, то, что вы даете, это просто искусство, настоящее искусство за лучшие и вполне приемлемые деньги. Ровно такие же, как и бич-пакеты. Только удовольствие не бичевое, а человеческое.